Горацио Нельсон, самый любимый англичанами национальный герой, внешне, кстати, на героя совсем не походил. Он был невысокого роста, тщедушного телосложения, да еще и не по-адмиральски вежлив. В кругу морских офицеров Нельсон казался старшеклассником-переростком, а самой стыдной его тайной была банальная морская болезнь, от которой он так и не смог избавиться до самой смерти. При этом на море Горацио, можно сказать, вырос. В 12 лет уже служил гардемарином на линкоре под командованием собственного дядюшки, который, увидев на борту своего судна, хилого племянника воскликнул «Хорошо бы тебе башку снесло в первом же бою, иначе, парень, нахлебаешься ты на флоте по полной». Тяготы флотской службы 12-летний Нельсон, судя по всему, приносил тяжело. Практически половина моряков тогда была приговорена к службе на флоте судом, туда же направляли выловленных на улицах нищих. На кораблях было невыносимо тесно, экипаж крупного парусника насчитывал свыше 700 человек, которые задыхались в трюмах от кошмарной жары и вони. Кормили на флоте отвратительно, жалование было мизерным, зато малейшее неповиновение влекло за собой варварское наказание плеткой из бегемотовой кожи. Вот в таких условиях мужал мальчик из приличной английской семьи, зарабатывая хроническую бессонницу, перемежавшуюся с лихорадкой и приступами глубочайшей депрессии. У некоторых биографов Нельсона возникает вопрос, а выдержала ли психика юного моряка вот эти флотские испытания? Однажды, неделями не смыкавший глаз из зеленой от морской болезни парень, вдруг увидел в небе над морем сияющий ореол. Вот в это мгновение, как он потом рассказывал, в нем вспыхнула горячая любовь к Англии, и он закричал на весь корабль «Я стану героем! Стану, несмотря на все опасности! Меня хранит провидение!» С этого момента Нельсон стремительно стал делать карьеру морского офицера. В 20 лет он получает первую командную должность, а в 24 года становится капитаном фрегата. Его мужество в боях граничит с безрассудством. При десанте на Корсике Нельсон теряет глаз, а при штурме гавани Санта-Крус на Тенрифе руку. Но при этом жалеет лишь о том, что его имя не появилось в списке раненых в бою. Он пишет одному из своих приятелей. «Сто десять дней я провел в битвах с врагами на море и на суше, и никто не признал моих заслуг. Со мной поступили крайне несправедливо. Ну и что? Когда-нибудь я один заполню собой все газетные полосы». Вы знаете, так оно в конце концов и произошло. Но сначала его посетила настоящая любовь. Ну, Нельсон, как свидетельствуют его биографы, был не дурак относительно женского пола. И, как положено настоящему моряку, имел зазноб во многих портах мира. Правда, одержав очередную амурную победу, он влюблялся по уши. Одно из таких приключений даже закончилось свадьбой. Но главную женщину своей жизни, отец двух детей, встретил 22 сентября 1798 года в Неаполе, куда после очередной победы над французским флотом прибыл его адмиральский корабль. На берегу стояли сотни восторженных итальянцев, а среди них английский посол Лорд Гамильтон и его безумной красоты жена Леди Эмма, которая, обняв безрукого одноглазого Нельсона, прошептала прошептала ему на ухо, «О, Господи, неужели это возможно?» Это была обоюдная любовь с первого же взгляда. Сгоравшего от страсти адмирала уже не интересовали ни репутация, ни друзья, ни даже карьера. Через два года у любовников родилась дочь, которую назвали в честь отца Горацией. Нельсон души не чаял своей малышке и ее матери, но вскоре вынужден был покинуть их и уйти в море для участия в Трафальгарской битве, которая стала последней в его жизни и навсегда занесла его имя в историю. Специалисты и ученые до сих пор ломают голову, почему обласканной королевой, получившей кучу титулов, встретившей главную любовь в своей жизни, которую родила ему любимую дочь, находившейся на самом пике своей карьеры, Нельсон вдруг решил умереть. Есть такая версия, что он решил умереть в этом сражении. Накануне Трафальгарской битвы он купил четыре крупных серебряных звезды и велел нашить их на свой мундир. С такими сверкавшими на солнце мишенями он стоял на мостике своей Виктории до тех пор, пока французский снайпер не разморжил ему позвоночник метким выстрелом. Последнее, что он успел сказать перед смертью, было «Я завещаю Леди Гамильтон и дочь мою Горацию Родине». Но последняя воля национального героя не была выполнена. Королева отказала Леди Гамильтон в пенсии с завещанной обманутым, но честным мужем. И возлюбленная Нельсона, как говорится, покатилась по наклонной. Она даже продала окровавленную форму героя Трафальгара и серебряный медальон, подаренный адмиралом дочери. За долги она угодила в тюрьму. От второго ареста бежала во Францию, где окончательно спилась и умерла в жуткой нищете на каком-то чердаке. Дочь Горацию у Эммы отняли сразу после гибели отца. Ее воспитывала одна из сестер Нельсона. И до конца дней Горация не знала, кто ее родители. А самого адмирала похоронили в соборе святого Павла, назвав центральную площадь Лондона в честь его последней битвы Трафальгарской. В Англию на торжественной похороне тело Горацию Нельсона по понятной причине везли в бочки с Ромом. Холодильных камер в корабельных моргах тогда не было. А когда эту бочку открыли, Рома в ней не оказалось. И это самая последняя тайна великого адмирала. По одной из версий, Ром тайком выпили матросы, просверлив в бочке маленькое отверстие и вставив туда тростинку. Это был прощальный брудершафт с убитым капитаном, которого они по-настоящему уважали. Вот с тех пор британские моряки, приглашая сослуживцев выпить, называют это пустить кровь адмиралу. Об этом нам в школе тоже не рассказывали.